Когда в Красноярске происходит какая-нибудь грандиозная премьера, вас никогда не интересовало, что происходит за кулисами, за кадрами, какие тайны там закрыты, предлагаю разобраться. Музыкальный театр решился на экспериментальную постановку «Линии времени». Аналогов такого спектакля в крае нет. Актеры переживают на сцене маленькую жизнь и используют только язык своего тела. Все танцуют в современном и нетипичном для балетных постановок направлении «Контемпорари». Телом можно показать и рассказать совершенно все. Все зависит от твоего внутреннего состояния, как ты себя настроишь, если ты артист. В принципе, мы все умеем танцевать с самого детства. У нас главное – это центр, через который все проходит. Центр, через который все проходит – это какая-то буддистская методика дыхания или что? Поясните. Нет, это центр, вот это наш живот, пупочек. Все идет отсюда, вся энергия, все движения проходят через… То есть нужно уметь владеть этой техникой. Как бы вы станцевали такой эпизод, как «Мой первый поход к стоматологу». Можете показать, продемонстрировать, может, предположить, как это выглядит? Когда страх, человек что делает в первую очередь? Он закрывается. Вот, наверное, так и можно показать. Я не боюсь к стоматологам ходить. Поэтому я расслабляюсь. Тогда у вас другой танец. Можете его показать? Покажи. Я не боюсь идти к стоматологу. Стоматолог – это добро. Он принесет вам только радость и белоснежную улыбку, как у меня. Мы не поняли музыку. За кулисами атмосфера обычно напряженная. Но наши артисты стараются держаться расслабленно и не дать волнению, а держать верх. Можете дать пару советов о том, как сохранять в себе эту энергию и, несмотря ни на что, выходить, продолжать и делать все огненно? Любить профессию свою. Самое главное. А коллег своих посты не надо любить? Нет, я думаю, все-таки уважать надо. Самое главное уважение – это, прежде всего, любить. Ну, это индивидуально, я думаю. Индивидуально? Может быть, тогда вы кого-то конкретно любите? Влюблены в кого-то из команды, из коллектива? Нет, нет. У меня есть любимая женщина, поэтому я люблю только ее. Здесь работа. А что выигрывает? Работа или любимая женщина? Потому что любимая женщина. Работа? Ее тоже нужно любить. Нет, ее нужно любить. Но не так, как любимая женщина. Это разная любовь. Сможем ли сейчас импровизировать и попробовать станцевать? Вдвоем. Да, может, вы научите меня пару движений. Например, эпизод... Давайте попробуем. Я танец-корреспондент телеканала Енисей. Давайте попробуем. Я вас касаюсь, вашего плеча. Я вам даю импульс. То есть, я вас... Я даже... Не-не-не, вы не так сильно. То есть, я вас как веду, вы так и двигаетесь. То есть, вот, я вас наклоняю, и вы двигаете, допустим, плечом. Собственно говоря, у нас получилась уже контактная аппровизация. Это больше визуально, авангардная такая танцевальная постановка. И я думаю, что в городе таких нет, ну, естественно. И музыка была написана композитором Ольгой Шайдулиной специально для этого спектакля. Она неоднократный обладатель золотой маски. Премьера связана с определенным стрессом. И этот стресс тоже. Особенно, когда ты приезжаешь с младенцем на постановку в Красноярск, который спит по московскому графику. И в два часа ночи ты гуляешь по пустынному Красноярску. И младенец орет, младенец орет, утки, утки, ко мне. Ты попадаешь в легкую трюкому. Вот так. Попасть на премьеру спектакля «Линии времени» в музыкальном театре можете и вы. Но только в ноябре. Не упускайте спектакль из виду. Подобные могут показать еще очень нескоро. Приставали к актерам за кулисами Роман-пастушок, Денис Шабанов.